Палец к небу – символ добра и мира. На плече у индийца – табла, священная барабана. Внутри инструмента – свиток с мантрами и текстами. Имя этого человека состоит из двух частей. В переводе на русский – любовь и солнце, поэтому и костюм со смыслом. Розовый цвет в Индии означает гостеприимство, а жёлтый – непорочность. Дополняет образ артиста национальные украшения. Это мои кинка, так мы называем бусы, но вообще это мой кулон. А это жакет. Ещё лота – национальное платье из вискозы с вышивкой. Индийский коллектив – участники международного фестиваля. Он посвящён народному творчеству. Владимирское золотое кольцо – это не про эпатаж. На первом месте культурные ценности. Идею поддержал Минкульт. Именно наш регион удостоен такой большой чести уже в одиннадцатый раз принимать этот яркий, красивый фестиваль. В добрый путь! На сцене артисты балета из Калмыкии. На фестивале выступили с номером «Легенда» про самого известного монгола Чингисхана. В репертуаре ансамбля «Танец недавно» – международная площадка. Отличная возможность показать его. Нам очень нравится принимать участие в таких фестивалях. Все знакомятся друг с другом, общаются, узнают что-то новое друг от друга. Вообще мы очень рады, что нас пригласили. Южная и Центральная Азия, Республики Калмыкия и Башкортостан, Белгородская и Владимирская области. Участниками фестиваля «Золотое кольцо» стали почти 200 делегатов. Все титулованные артисты. Национальная музыка и танцы от минского коллектива «Вязанка» – ансамбль участнику Олимпийских игр в Москве полвека. Кредо артистов про настоящие традиции. Ансамбль «Вязанка» старается сохранять традиционное, потому что мне кажется, что в традиционном есть какая-то сила. Раньше люди жили немного по-другому. Были какие-то сплоченные, более веселые. И хочется оставить этот дух, который был раньше. Здесь нет оценок и жюри. Не конкурс талантов, скорее широкие народные гуляния. Их увидят в самых крупных райцентрах области. Организаторы подготовили десятки концертов, мастер-классов и творческих встреч. Знаете, сегодня у нас самые верные и самые преданные друзья, которые занимаются сохранением популяризации традиционной культуры. Они всегда были едины, их ничего не разделяет. И никогда не будут враждовать, они всегда будут дружить. И это свидетельство как раз моих слов, вот этот фестиваль. «Золотое кольцо» – фестиваль, который в этом году идет пять дней. Кульминацией станет гала-концерт 8 сентября в областном центре культуры и искусства. Голоса народов мира зазвучат вместе. Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов.